Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире новости района, с вами я, Евгения Григина. Сегодня в выпуске. Объект позволит улучшить экологическую ситуацию. В Мамадыше началось строительство новой канализационной насосной станции. Эти женщины решительно настроены добиваться открытия приюта для животных в Мамадыше. В Мамадыше проходят тренировочные сборы по гандболу для команды высшей лиги Зеланд. Объект позволит улучшить экологическую ситуацию. В Мамадыше началось строительство новой канализационной насосной станции. Работы ведутся в заошминской части города, недалеко от реки Ошма. В последние дни территория по улице Чапаева представляет собой целую стройплощадку. С одной стороны, полным ходом приступили к строительству моста, а с другой стороны возводят новую канализационную насосную станцию. Занимается этим казанская компания ООО «Иманстрой», пока все идет согласно графику. «Вот мы собираем уже каркас. Каркас уже почти готов. Заказ сделали на сэндвич-панели. Объект будет это здание собираться из сэндвич-панели. Заказы все сделаны, на днях должны привезти. На сколько процентов здесь каркас уже на 100%, а общая работа проведена уже на где-то 80%. 1 ноября у нас срок сдачи, а мы уже планируем сдать 1 сентября где-то». Старая КНС находится в нескольких метрах от этой станции. Была введена в эксплуатацию в 70-х годах, куда поступали стоки из поселка Совхоза Мамадышский, центральной части города и поселка Северный. Поэтому необходимо снизить нагрузку на нее была. «На данной территории проходит несколько линий канализации, идущих с территории поселка Совхоз Мамадышский в Заушиминскую часть города. Строительством данной канализационно-насосной станции мы объединяем несколько линий канализации в одну, что позволит именно освободить территорию данную для перспективного строительства многоквартирных домов». В строительстве используются самые современные материалы и технологии, отмечают специалисты. Установят фильтры, которые будут отделять жидкость от твердого мусора. Далее жидкость будет направляться на очистные сооружения, а мусор вывозится. Для сбора твердых бытовых отходов построят специальное помещение. «Строительство данного объекта у нас ведется в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Проходили экспертизу, проектировались и, скажем так, выделяли средства именно из федерального бюджета». После ввода в эксплуатацию новой КНС нагрузка на очистные сооружения станет меньше. Евгения Григина, Гулина Гельмулина, Алмаз Камалеев, Илюзан Ургалеева. Новости Татарстана. Эти женщины решительно настроены добиваться открытия приюта для животных. В Мамадыше проблемы с бродячими кошками и собаками с каждым днем набирают обороты. Периодически местные жители делятся в социальных сетях с кадрами бездомных животных, которых ищут хозяева. Фарида Эль Абаид – волонтер, защитник бездомных животных. Ни один ее день не обходится без добрых дел. Она или кошку, или собаку пристроит, или спешит хотя бы покормить их. Сегодняшнее утро началось со второго. Иногда видим таких людей, которые покупают, тоже кормят бездомных животных. Но часто тоже встречаем людей, которые могут пнуть животное, прогнать, накричать. И вот таких людей тоже встречаем, к сожалению. Волонтер застает в группе, где собрались все неравнодушные горожане. Все эти люди выступают в роли защитников бездомных животных. Их миссия – найти пристанище для выброшенных, никому не нужных кошек и собак. Мы стилизуем их, мы обрабатываем от паразитов внешних и внутренних. И вполне можно найти хозяев. Это такие же кошки. Знаете, бросают и породистых, и таких обычных. Таких добровольцев в Мамадыше около 50. Сегодня они горят всего лишь одним желанием – построить приют или найти помещение, которое могло бы стать временным пристанищем для бездомных животных. Задание нужно, знаете, даже не очень большое для содержания. Это будет даже не просто содержание, просто мы не будем собирать там животных. Это будет приют-передержка, чтобы их потом устраивать. Ну, для кошек, например, я не знаю, квадратов 60-70, наверное. Для собак, естественно, там здание нужно побольше, и оно не должно быть в пределах города. Конечно, проблема эта была и будет, отмечают волонтеры. Однако население в какой-то степени может уменьшить ее масштабы. Решение – стерилизация домашних животных. На кошках, вот, может быть, у нее примерно 2-3 окота. То же самое у собаки, потому что у них беременность – это где-то 60-70 дней. И получается, даже если кошка родит там 2-3 котят, это самое минимальное за один окот. У нас очень много, получается, бездомных животных. А примерно через там 7-8 месяцев уже, получается, у этой кошки котята начинают размножаться. Помочь бездомным кошкам и собакам может каждый. Для этого необходимо в магазине купить любой корм и, конечно, угостить наших друзей. Друзей. Кс-кс-кс-кс. Они уже все собрались. Мы в ответе за тех, кого приручили. Не стоит забывать про ответственность, которую мы на себя возлагаем, когда приводим в свой дом какого-нибудь питомца. Команда волонтеров «Мамадыши» решительно настроена добиться открытия приюта для бродящих собак и кошек. Для этого руководство района обещало им выделить здание. Остальную всю ответственность они согласны брать на себя. Ну и помощь от неравнодушных, конечно же, они примут без отказа. Мулина Гельмулина, Алмаз Камалеев, Лиза Анургалиева. Новости Татарстана. В «Мамадыши» проходят тренировочные сборы по гандболу для команды высшей лиги «Зеланд». Команда начала занятия на базе спортивного комплекса «Юбилейный» в начале июля и будет работать до конца этого месяца. Задача игроков – качественно подготовиться к предстоящим соревнованиям. Роберт Цаффин, гандболист со стажем, заниматься этим видом спорта начал с 10 лет. Еще в школе попал в гандбольную команду, с которой принимал участие в соревнованиях, занимал призовые места. Несмотря на то, что в детстве параллельно увлекался и хоккеем, но все же ему более по душе стал гандбол. По 90-му году нас собрали команду сильнейших. Это Михаил Хананович и Валер Владимирович Уткин. И потом уже мы были для Казанской команды Суперлиги подрастающие поколения. Нас потом кто, как сказать, персонально остался заниматься и показывал какие-то результаты, их поднимали уже по старших парням, а потом уже в Суперлигу нас поднимали. Для тренировок выбрали именно город Мамадыш, так как считают, что здесь самые лучшие условия для спортсменов. В Казани у каждого игрока есть семья и свои заботы. А это очень сильно отвлекает от подготовки к соревнованиям, отмечает тренер сборной Александр Алексеев. Руководитель приезжал сюда, посмотрел базу, понравилась спортивная база, восстановление, проживание, питание. Поэтому решили приехать попробовать. Может быть, будем каждый год сюда к вам приезжать. Может быть, еще и зимой приедем, потому что у нас перерыв там будет в чемпионате. Всего на сборы приглашены 24 игрока. Со стороны кажется, что эти мужчины разучивают танец. На самом деле они оттачивают мастерство по ловле мяча. Тренируемся где-то часа три мы утром тренируемся, два часа вечером, пять часов в день получается. Три дня подряд мы так тренируемся, потом у нас один день выходной, потом опять мы три дня тренируемся. Таких у нас получается четыре цикла. Здесь будет три выходных и четыре тренировочных цикла. Сбор у спортсменов закончится 31 июля. Впереди у команды турниры и чемпионат России. Мулина Гельмулина, Евгения Грегина, Елизану Рогалеева. Новости Татарстана. Маленький, но гордый бизнес. Деревянная посуда и доски для кухни прославили жительницу Мамадыша на всю страну. Наталья Низамова вот уже несколько лет занимается изготовлением минажниц и сервировочных досок. Заказы поступают из разных уголков страны. Ручки, ногу. Наталья Низамова в декрете начала шить и вязать и превратила хобби в семейный бизнес. После чего женщина начала снимать мастер-классы по вязанию, а потом вовсе стала админом сразу нескольких сообществ в социальных сетях, где такие же, как она, творческие личности делились своими идеями. Как бы искала там, смотрела, начала вязать. Ну, просто нравилось, в запой вязала, очень много вязала. Вообще, не знаю, детям, говорю же, и верхнюю одежду, и все. Потом в ВКонтакте я начала вести мастер-классы. Увидев новую идею по обработке дерева, профессиональный бухгалтер начала рисовать, но не на бумаге, а на дереве. Воплотить идеи в жизнь помог маленький лазерный станок, который приобрела на китайском сайте. Начала создавать амулеты. Купила малюсенький лазер, который на китайцах, на Алиэкспрессе. И им уже два года закупала заготовки деревянные и на нем выжигала. Первые доски сделала в подарок для близких. Выжигала на изделиях, купленных в магазине. Потом вовсе решила, что будет немного выгодно, если и исходники изготавливать самому. Наталья сразу решает начинать бизнес и с удовольствием взялась за первые заказы. Саму минажницу вырезать буквально полчаса, отшлифовать ее. Плюс, если смолой залить, то еще полчаса залить и высушить ее надо пару дней. После выжигания каждая работа обязательно промасливается и порывается восковой пастой. Этот этап занимает несколько суток. Во всех начинаниях Наталью поддерживает супруг Наиль, помогает настраивать станок, подбирает материалы. Я супругу поддерживаю во всех начинаниях. Мы сначала начинали с маленького лазера, вот сейчас приобрели такой фрезер. Поддерживаю, помогаю ей, потому что по механической части тоже надо помогать. Все равно мужские руки нужны. Острой конкуренции в Мамадыше семья Низамовых не испытывает. После покорения местного рынка они пошли дальше. Сейчас свой бизнес развивают в маркетплейсах. Ланж Бабаньян звал Маска Малифри Лежа Морданова. Новости Татарстана. На сегодня это все новости. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.